Вы еще не выбрали ретрит? Тогда мы идем к вам! И чтобы помочь вам определиться с выбором, в этом видео я расскажу, какие бывают виды ретритов, для кого они подходят и чем отличаются между собой. С вами Лео Хоппер, Школа Гивина, и мы начинаем погружение. И давайте сразу отделим зерна от плевел. В интернете можно найти все возможные варианты ретритов, включая детские или арт-ретриты с прогулками на яхтах. Но не все то ретрит, что выездное мероприятие. Если мероприятие не подразумевает уединение, отказа от источников внешней информации, и если он не содержит духовные практики, такое называть ретритом мы не будем. Отлично, с этим разобрались. А теперь давайте на конкретных примерах рассмотрим некоторые виды ретритов с учетом перечисленных критериев. И в этом видео мы разберем только те ретриты, что доступны для начинающих и не требуют особой предварительной подготовки. Готовы? Поехали! Йога-ретриты Йога-ретриты сейчас распространены больше всего. Вариаций бывает очень много, и они сильно зависят от организаторов и главного мастера ретрита. Среди прочих видов, это самый простой и свободный формат, который часто не требует особых усилий от участника и подразумевает минимальный набор правил. Расписание бывает составлено так, что йога и медитации не занимают основное время, а лишь дополняют свободно-курортный режим или вовсе являются только частью культурной программы. Помимо этого, в расписании часто можно встретить дополнительные активности, вроде походов, саунд-хиллинга или арт-терапии. При этом ни одно из этих занятий может не являться обязательным к посещению. Йога-ретриты подойдут тем, кто ищет скорее отдыха и лайтовой перезагрузки, чем серьезные духовные практики. Если же вас интересует серьезный йога-ретрит с полным погружением, искать такой следует в крупных сертифицированных центрах и монастырях в странах Азии. Випассана Випассана — это название определенной техники медитации, которая переводится как «видеть вещи такими, какие они есть на самом деле». Освоение этой техники требует условий, где ничто не будет отвлекать практикующего от погружения в себя. Удаление от общества, уединение, молчание и усердная практика — это и есть совокупность тех условий, которые стало впоследствии называться ретритом. Кстати, если вы еще не смотрели наше видео о том, как, когда и для чего появились ретриты, ссылку на него вы можете найти в описании или в углу экрана. Здесь мы сразу сделаем оговорку, что будем говорить о випассане, преподаваемой в традиции Шри Сатияна Раян Гоинке, потому что именно она наиболее распространена на территории постсоветского пространства. Но есть и другая версия випассаны — буддийская традиция по Махасе Саяду. Эти подходы отличаются по ряду нюансов. Например, в традиции Гоинке курсы включают в себя только сидячую медитацию по 10-12 часов в день и требуют оставить любые другие виды практики, даже йогу, как минимум на время проведения курса. Буддийская же версия випассаны по Махасе Саяду менее догматична, и в ней чередуются сессии медитации сидя и медитации при ходьбе. Випассана преподается на 10-дневных курсах, которые проводятся в отдалении от городской суеты, со строгим расписанием и правилами. Все участники курса соблюдают кодекс дисциплины, изучают основы метода и практикуют в объеме, достаточном для освоения практики. Питание на випассане веганское, без изысков. Все гаджеты сдаются, занятия медитацией проходят в полном молчании. Условия проживания в России зависят от конкретного места проведения, но обычно являются весьма аскетичными. Например, часто организаторы курса арендуют корпуса летних детских лагерей, построенных еще в советские времена. Несмотря на это, випассана получила очень широкое распространение в мире, и дело тут в сочетании сразу нескольких аспектов. Культовая личность создателя практики, самого Будды. Сначала ты работаешь на просветлении, потом просветление работает на бренд, потом бренд работает на пробуждение всех живых существ. Профит? Профит. Оплата за ретрит в формате добровольного пожертвования любой суммы после окончания курса. Это позволяет прийти в практику человеку с любым уровнем достатка и полностью снимает потенциальные вопросы о каком-либо корыстном подходе к проведению курсов. Универсальная методика медитации, которая преподается буквально дословно в любой точке мира. Она подойдет любому человеку и не делит участников по полу, возрасту, национальной или религиозной принадлежности. Собственно, Будда этого и добивался. Он верил в то, что любой житель Земли достоин просветления и создавал практику так, чтобы она была доступна абсолютно любому человеку. И это сработало, позволив вибасане получить столь широкое распространение и стать для многих людей первым ретритом, о котором они услышали или даже на который попали. Тот факт, что техника и способ ее освоения, по сути, не изменились со времен Будды, для кого-то может быть весомым аргументом «за». Мол, сам Будда использовал именно этот способ на пути просветления, значит, он не может не работать. Для других же столь сильная приверженность традициям будет являться аргументом не в пользу техники. За 2500 лет мир сильно изменился. Изменилось вместе с ним и сознание человека, и среда, в которой он живет. Быть может, эта техника уже и не столь совершенна в новых реалиях. Следующими мы разберем авторские ретриты. И здесь важно отметить, что их методика может быть создана различными подходами. Она может являться авторским прочтением традиционных техник самопознания. Например, множество таких ретритов базируются на технике випассаны, которая просто передается авторам своими словами, или в которую могут добавляться некоторые дополнительные элементы. При этом чаще всего выбирают именно випассану по Махаси Саяда. Потому что, во-первых, випассану по Гоенке авторской просто не сделать, да и незачем, ведь она преподается строго в формате аудиолекций от самого Гоенки. Во-вторых, буддийский подход менее догматичен, чем по Гоенке, и позволяет добавлять новые элементы в расписание курсов. И в-третьих, у буддийской випассаны, по сути, нет официального представительства в России. Если хочешь попробовать такую випассану, то нужно либо ехать в азиатские монастыри, либо посещать авторские курсы. В качестве примеров таких ретритов можно привести ретриты Игоря Будникова или випассаны-ретриты проекта om.ru. Следующий подход в создании авторских ретритов представляет собой соединение техник и практик, которые были изучены автором в течение жизни, и теперь преподаются им как единая система. Такая методика будет являться авторской в прямом смысле этого слова. Здесь в качестве примеров можно привести ретриты Дмитрия Лапшинова или ретриты Тишины Инсайт. Также в рамках этого видео авторскими ретритами мы называем курсы, на которых методика преподается реализованным учителем, который получал ее от своего учителя, тот от своего и так далее. По сути, такие ретриты могут называться ретритами в той или иной традиции, как, например, ретриты крия-йоги. Но решающую роль в них играет все же наличие реализованного наставника, который помимо передачи самих знаний, также транслирует энергию с высших уровней сознания. Такой способ обучения называется передачей живых знаний от сердца к сердцу. Термин, который многие из вас наверняка слышали. Напишите в комментариях, если хотите, чтобы мы сделали отдельное видео об этой теме. И вообще, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Нам приятно, вам новый полезный контент. А примером именно такого авторского ретрита являются ретриты пробуждения Школы Гивина. Ретрит назван так не случайно. Начиная уже с предварительной подготовки, все этапы курса выстроены так, чтобы привести участника к конкретной цели – пробуждению сознания. Пробуждение – это не просто абстрактная ступень в эволюции человека. Это то, что с тобой прямо случается. Ты это конкретно чувствуешь, и это полностью переворачивает твое восприятие себя и мира вокруг. И когда это происходит, ты четко понимаешь, что вся твоя прежняя жизнь нужна была лишь для того, чтобы привести тебя в эту точку, с которой на самом деле и начинается все самое интересное. На это работает каждый элемент методики, которая представляет собой традиционные техники самопознания, адаптируемые живым реализованным учителем Геннадием Гивином. И не только под постоянно меняющиеся условия жизни, но и учитывая космические процессы, которые тоже оказывают на нас влияние. Чисто технически, наполнение ретрита – это медитации, комплекс йогических асан, пранаямы, смехотерапия, техники раскрытия сердца и другие практики осознанности. А что касается условий проживания и проведения, то это комфортабельные номера и залы в современных гостиницах и ретритных центрах по всему миру. Движение к пробуждению предполагает гармонизацию работы всех систем организма. Поэтому его перезагрузка и восстановление происходят сами собой и являются просто побочным эффектом. Помимо реализованного учителя, ретрит проводят пробужденные инструкторы, создавая вместе с участниками сильное энергетическое поле, в котором становятся возможными глубокие трансформации и касания высоких уровней сознания. Десятки лет практики в проведении таких ретритов позволили настолько поднять их эффективность, что опыты пробуждения случаются на каждом курсе у большинства участников. Вот я шел на завтрак и вдруг осознал, что не я иду, а я тело веду кормить. Причем некоторым из них удается даже зафиксироваться в этом состоянии. Если вы чувствуете, что готовы попробовать, переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на ближайший ретрит пробуждения. Если вы досмотрели до этого момента и все еще не обнаружили подходящий для себя вариант, то, во-первых, спасибо, что досмотрели, а во-вторых, слушайте сюда. У нас еще есть кое-что интересненькое. Помимо длительных выездных ретритов существует и короткий однотневный формат. Это является компромиссным и потому весьма интересным вариантом проведения практики. По сути, любой из перечисленных выше ретритов может проводиться в однодневном варианте. Это имеет смысл. И вот почему. С одной стороны, доступность. Как психологическая, так и чисто материальная. До такого ретрита, как правило, проще добраться. Они часто проводятся прямо в городах и стоят дешевле. Более того, такие ретриты могут проводиться в онлайн формате. И вы можете погрузиться в практику, даже не выходя из дома. Решиться пройти такой ретрит тоже значительно легче. Ведь однодневная практика – это все-таки не 10 дней на веганском питании и строгом режиме молчания. С другой стороны, несмотря на короткий формат, это возможность попробовать интересующую практику и ощутить ее глубину. Такая как бы демоверсия методики. И это удобно для тех, кто еще не определился с выбором и пока находится в поиске подходящего для себя варианта. Очевидный минус такого формата – его продолжительность. За один день не всегда удается полностью переключиться и достаточно затихнуть. Поэтому и общий эффект таких ретритов гораздо меньше, чем от его полноразмерных собратьев. В целом, однодневные ретриты – это пусть не самый эффективный, зато универсальный формат, который довольно удобен и может дать представление о методике того или иного учения. Такой формат есть и у випассаны, и у авторских, и у ретритов пробуждения. Мы сняли это видео не сколько для того, чтобы рассказать о ретритах как о явлениях, сколько для того, чтобы вдохновить тебя, дорогой зритель, на конкретные действия. Выбирай свой ретрит, становись на путь самопознания и иди в ногу со временем, в котором уже созданы все условия для твоей полной реализации.